По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. В эфире программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего разворота по Зуму, депутат Рижской думы от Нового Единства, глава комитета по делам сообщений и транспорта Олафс Пулкс. Добрый день, господин Пулкс. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Телефону прямого эфира нам можно позвонить. 672-12-93-9-2-3-0-6-1-1. Это телефон WhatsApp. Можно написать сообщение. Господин Пулкс, ну мы обсудим, конечно, с вами вопросы транспорта и сообщения. Вообще хозяйство Рижского в связи с избранием вот Новой Думы. Уже пару месяцев она работает. Но начнем, наверное, я бы хотел бы все-таки с политических вопросов. Главная тема прошедших недель – скандал с господином Пуца, который ушел. И вот по такой иронии этот скандал связан тоже с транспортом, получается, потому что там замешана эта парковка. Ну, как вам кажется, вот вся эта история, выход господина Мичеревскиса, вообще такой маленький кризис партии ваших коллег для развития АЗА, насколько он подорвал репутацию, может быть, партии, а может быть, и всей коалиции Рижской Думы? Как вы на это смотрите? Ну, во всяком случае, я согласен с вами, что это такой тень все-таки кидает на всю политическую систему, я бы сказал. Не только на одну партию, не только на одно объединение, потому что все-таки насчет этого разрешения оставлять машину, потому что от этого это одно дело, я не скажу, что это очень маленькое дело, это тоже, ну, это тоже то, что не надо делать, но если все пойдет дальше и действительно окажется, что там было, ну, что-то не так, как надо финансировать партию, там деньги не такие были, ну, взношены в этот партийный счет, ну, тогда это гораздо серьезнее дело, потому что я думаю, что это еще ничего не закончилось, там расследование будет, я думаю, что расследование будет не такое быстрое, потому что я полагаю, что будут все-таки допрошены те люди, которые, ну, которые делали взносы и платили этой партии, я думаю, что там будут серьезные, серьезные все эти разборки, ну, как это оставить? Вы знаете, вот сейчас мы все-таки больше так, ну, по такой расстоянию друг с другом разговариваем, как с вами тоже в Зуме, и сейчас в Рижской думе тоже все у нас заседания происходят, ну, так отдаленно, да, и это немножко все вот, эту горячую атмосферу, я думаю, все-таки охлаждает, потому что я так понимаю, что господин Мичревский не так и всех, я тоже его давно не видел, только вот по телевизору, да, и так я думаю, что и другие тоже, так что если все было так, мы встречались там в Рижской думе, в помещениях, может быть, это все такая немножко горячая было бы, но, конечно, я так смотрю, что, ну, вот, самое главное, чтобы горожан так успокоить на работу, в Рижской думе это никак не отнеслось, мы работаем, заседания происходят, и у меня вот сегодня тоже был созвон с заместителями председателя транспортного комитета, они тоже оба с этой фракцией, очень такой, ну, рабочий разговор был, так что я думаю, что, в принципе, это какой-то тень, ну, кидает, но работа продолжается. Ну, я вот должен, наверное, вас спросить, получается, сейчас вот есть господин Мичревский, который со своими утверждениями выступает, есть господин Пуция, понятно, который говорит, что это все неправда, то есть определенный все-таки раскол наметился, я как бы не прошу вас там занимать какую-то позицию, но все-таки вы склоняетесь, получается, две правды, а две правды, как известно, все-таки не бывает, хотя, конечно, всякие точки зрения могут быть, вы склоняетесь вот к какой интерпретации? Ну, я не буду занимать такое судейское положение сегодня, потому что, я еще раз говорю, это очень серьезные, очень серьезные опреки, которые господин Мичревский сказал, если это кажется правдой, то это у нас по закону криминально судимое дело, так что я не думаю, что сейчас, я ничего там не знаю, я не участвовал в этих разговорах, так я не думаю, что мне надо что-то сказать, но, конечно, вопрос, если человек сам это все придумал, ну, тоже так окажется, по-моему, не так уж все просто, но пусть к нам разбирается, я думаю. Еще такая вот деталь, которую хотелось бы просто, чтобы вы прокомментировали, многие отмечают, конечно, иронию, потому что господин Пуца был одним из главных борцов с мэрством господина Ушакова, вот, вы тоже известный критик вот той коалиции, когда вы были в оппозиции, и получается так иронично, что вот критиковали Ушакова за коррупцию, здесь пока речь не идет напрямую о коррупции, но вот эта вот ситуация с пропуском, вот как вы на это тоже смотрите, нет ли в этом чего-то такого, не знаю, курьезно-кармического? Ну, конечно, есть, конечно, есть, но я сказал бы, что это не первый случай, когда что-то с этим пропуском случается, я довольно долго в Рижской думе, я уже помню, были такие случаи, но, конечно, министра не было, чтобы министр был в это как-то втянут, ну, сейчас у нас тоже было такое, ну, принятие решения, что, в принципе, с этими пропусками с будущего года так больше не останется, как будет и как будет компенсироваться депутатам эта работа, которая не работает и использует машины, это еще неизвестно, но я так понимаю, что так, как сегодня, так не будет больше. Комментируя вот этот вот отказ от пропусков, господин Стакис, помимо того, что понятно, что это связано вот с этим скандалом, он сказал, что вообще это странная ситуация, до Рижской думы уже давно можно добраться более там дружественными, да, окружающей среде способами. Мне просто интересно вас спросить, вот насколько для вас это, например, весомо? У вас, ну, по крайней мере, на странице Рижской думы указано, что вы в Мару поживете, соответственно, вы, наверное, не на велосипеде туда ездите, это бы занимало много времени. Для вас существенно, вот, например, потеря пропуска? Я насчет велосипеда сказал бы, я очень, я живу 25 метров от границы Риги, и, в принципе, я с велосипедом езжу довольно часто, и это до Рижской думы, кстати, не так уж далеко от Мару, и там хорошие велодорожки есть, экологическая, очень хорошая поездка, так что можно это делать. Я бы не хочу сейчас литимерить об этом, потому что, особенно депутатов, я думаю, может быть, нет для председателя комитета, потому что я все-таки довольно много сейчас провожу в работе на Шатвичской думе, но как раз депутатам из оппозиции, и депутатам, которые еще работают в других должностях, потому что по закону депутат самоуправления в Латвии, он по совместительству совмещает эти все обязательства, и это для депутатов, в принципе, очень хорошая такая поддержка, чтобы все успеть, потому что, ну, Рига большой город, и этих вопросов, и проблем очень много, посмотрим, там 115 школ, только если мы посмотрим на что-то этого, и они от Дагау-Гриева до Юглы, да, и если, конечно, это все можно сделать и на общественном транспорте, но это было бы быстрее, если это делать машиной, ну, поэтому я думаю, что господин мэр города Статис тоже сказал, что он будет разрабатывать какой-то компенсирующий такой механизм, который будет замещать, потому что, конечно, ну, это, с одной стороны, некоторые, может быть, думаются, что эти деньги куда-то они уходят, они уходят, в принципе, Рига с Статексом, это была какая-то, ну, такая поддержка, и тому подобное, и тоже Рига с Статексом, и мы знаем, там 120 миллионов денег, налогоплательщиков идет от рижского бюджета, я не хочу сказать, что это очень маленькая сумма, которая из-за этих пропусков, но это наверняка надо будет все равно как-то вместить и как-то другому компенсировать Рига с Статексом. И, конечно, мы можем сегодня и гораздо легче уточнить, действительно ли депутат оставлял машину, не знаю, там недалеко от учебного заведения, и там у него была рабочая встреча, он мог заплатить только за это время, которое там было. Так что это все можно сделать, и я думаю, что мы какое-то решение об этом все-таки придем. И как раз мне звонили депутаты за позиции, они довольно были недовольны тем, что такие вообще перемены сейчас думают. Но я не хочу кидать камень только в их сторону, я думаю, что и депутаты от других партий тоже сейчас ждут, как и будет компенсированный механизм. Депутат Рижской Думы от нового единства Олаф Спукс у нас сегодня по Зуму. А вот, опять же, чтобы политические вопросы уже оставить в стороне и потом говорить о хозяйственных, тоже такой вопрос, касающийся оппозиции. Когда была избрана Дума, господин Статекс хотел пойти на такой благородный шаг и отдать оппозиции посты заместителей, вот которых вы упомянули, с которыми вы разговаривали, заместителей комитетов. На что вот партнеры, в том числе ваша партия, сказала, что нет, недопустимо. Господин Кирсис тогда вот так выразился жестко, что какие посты можно давать госпоже Жданок, например. Вот как вы, по всей видимости, вы разделяете эту позицию, но как вы видите вообще в таком случае сотрудничество с оппозицией? Все-таки это тоже избранные рижанами депутаты так же законно, как и вы. Да-да, я с вами согласен. Я думаю, что, в принципе, это тоже я вижу свои задачи, чтобы всех депутатов, которые избраны и работают в транспортном комитете, чтобы они были, ну, как сказать, в работе, втянуты в эту работу, чтобы они не были как-то отстранены от этой работы, только потому что они, может быть, избраны из других партий. И у меня сейчас, я всех, которые были такие предложения, и от депутатов господина Радзеевича, от господина Морозова, господина Фалькова, вы с ним встречались, довольно долго разговаривали, он долго тоже был руководителем этого комитета, и так же я получал письма от господина Кузьмина. Так что все эти предложения, все эти письма рассматриваются, и все, которые будут хорошие и такие конструктивные идеи от этих депутатов. Я бы сказал, как раз мы уже рассматривали, и была инициатива господина Морозова рассмотреть, о как состояние в Риге насчет мостов вообще технических. Это было его предложение, она была рассматрена в следующем заседании комитета. Так же у господина Радзеевича были поправки к протоколу, они все были внесены. Так что я немножко так жалею, что такое не произойдет, тогда, когда Сасканя и господина Рига были у власти, потому что я на это не смотрю на то, что... Я, может быть, не смотрю на то, что им надо всем быть заместителем председателя или как-то по-другому, потому что это все-таки немножко такой уже политический вопрос. Но я думаю, что всем надо было участвовать в работе, не только, как было предыдущие меры когда-то сказать, какая вам разница, которые мы предложения тут рассматриваем, голосуйте против, но только быстро это делайте. Я не думаю, что это хорошее отношение к депутатам, а насчет заместителей, ну не было даже других кандидатур, так что все, которые были эти двое выдвинуты, они были утверждены. Так что тут надо только... Я знаю, вот господин, кстати, с такой предложением сказал, но, вы знаете, тут мы когда-то даже и не выдвигали никогда своих представителей на заместителей, потому что это все-таки тоже можно рассматривать как такой политический подход, который вот мы такой даем поддержку право-чайкоалиции, но когда мы были в оппозиции. Я тоже меру сказал, что надо с этой стороны тоже посмотреть, потому что, может быть, есть какая-то партия, которая даже не хочет выдвигать своих представителей, чтобы быть, ну, там, заместителем этому или другому председателю комитета. Так что это так невозможно сказать, что мы можем обязывать кого-то. Я не могу сказать, что если было такое предложение, ну, давайте мы вас утвердим, то они бы не выдвигали. Ну, конечно, такое было, что никто не... Не было предложения. Не было никакой... Я лично, лично, у меня не было бы никаких таких претензий, если кто-то там из оппозиции тоже был бы заместителем председателя комитета по транспорту. Хорошо. На прошлой неделе вот как раз были подведены итоги конкурса по мобильному приложению для Рига Сатексмы. Такая вещь достаточно долгожданная, сто процентов я сам, как рижанин, могу сказать, потому что вот эта вот цифровая составляющая покупки билетов в транспорте у нас, она просто и не была, и уже много лет все спрашивали, когда же. Но вот сейчас подведены итоги конкурса. Расскажите, вот на чем в итоге остановились депутаты, когда это можно ожидать, как это будет выглядеть и работать? Вы думаете насчет этого QR-кода, да? Да. Ну, конкурс закончился. Я так понимаю, что договор тоже готов, но еще не подписан. Во всяком случае, в прошлой неделе еще не был не подписан. Я надеюсь, что в этой неделе это будет, потому что все равно только в марте мы можем ожидать, когда это может уже работать полностью. Но это довольно скоро, так или иначе. Я не слышал. Довольно скоро. Март это уже, в принципе... Да, это я с вами согласен, но я лично хотел бы побыстрее, потому что это как раз вот для вас и для таких людей, которые... Ну, молодые, мобильные люди, которые... Ну, сегодня это вообще стыдно, что мы можем в интернете покупать билеты только на завтра. Ну, это уже... Ну, это печально и стыдно. И как раз вот это было бы на ту аудиторию, которая могла бы заплатиться полностью за билет, потому что у нас только уже меньше, тем третья часть от тех, которые едут, вообще платят полную стоимость билета, да. По-моему, там уже 20% только осталось. И это было бы вот для тех, которые действительно вот... Ну, представим, там плохая погода, ему надо проехать там одну-две остановки, и он запрыгивает в троллейбус, и может с телефоном этот билет очень выгодно и свободно купить, да. Так что я на это смотрю очень... И еще, в чем это отличие позитивное, то, что это другая система, чем это Рига с карты. Уже мы... Вот это монополии. Монополии мы уже так... Это вот... Ну, разрушаем. Поэтому я на это смотрю очень-очень положительно, и думаю, что мы вообще должны, по-моему, довольно быстро отдать команду Рига с Сатексами, чтобы они думали о новом конкурсе, насчет новой системы билетов. Потому что Рига с карты... Я был в Рижской думе, когда ее 15 лет или 14... Да, 15 лет тому назад вообще эта система появилась. А тогда она, кстати, была очень прогрессивной системой и очень такое, ну, довольно... Ну, уже будущее смотреть. Но сегодня, я думаю, это довольно, ну, так... Ну, ограничает, чтобы человеку надо там покупать какой-то талон ему специальный. Вот вы сказали как раз насчет этого QR-кода там телефоном заплатить. А почему не банковской картой заплатить? Ну, я хотел вас спросить, на самом деле, об этом. Да, почему не банковской картой заплатить? Ну, чтобы это... Мы не можем одним розчерком ПРА вот это все сделать. Это надо все-таки сделать закупок, конкурс и посмотреть самый выгодный. И если QR-код у нас вот 4 месяца где-то внедряется, то это будет, конечно, подольше. Это будет подольше, чтобы эту новую систему апробировать. И она бы работала... Вот у нас было с Сталлином разговорно, что они говорили, что они полтора года свою систему вводили. Так что... Ну, то, что мы хотим. Почему? Это одно, что это легче было бы клиенту. Но, с другой стороны, это очень... Система Рига Скарт очень дорогая. Они сейчас с 22 миллиона уже унизили до 10 миллионов в 2021 году. Но все равно это 10 миллионов. Это очень большая сумма, которая уходит за обслуживание этих всех билетов. Ну, там, конечно, тоже и автостоянки, тоже не только билеты. Но, во всяком случае, уже в мире сегодня есть, которые дешевле работают. Так что, я думаю, довольно скоро это будет уже известно публично, что будет такое политическое задание Рига с Сатексом работать над этим. Я только уточню коротко. Значит, получается, что сейчас хотим ввести мы QR-коды, а затем вот это будет такой промежуточный этап, а потом банковская карта тоже может появиться. NFC это называется, система. Да, да, вы правы. Но я не могу сейчас сказать, что это действительно будет такая вот именно банковская... Я как пример это рассказываю, потому что я не хочу, и я не должен, и я не разрешенок давать какой-то, ну, такой путепроп, как путевое назначение, идти по этому. Это надо специалистам самим рассмотреть, которая самая выгодная будет система для города и для горожан. Ну, тут тоже хотелось бы коротко попросить вас прокомментировать. Не обошлось тоже без политики. Стало известно, что победило в конкурсе предприятие, которое возглавляет крупный спонсор для развития АЗА, Uldesmeer Counts. У многих возникли вопросы. Не является ли это вообще такой тоже проблемной историей? Ну, этот конкурс был произведен во время, когда было... Ну, это временное руководство Рижской думы. Но, насколько я знаю, что было три претендента, и двое из них не подошли как раз к какому цели и почему этот конкурс был вообще обоснован. Поэтому они были так как отчислены, я так понял. И остался только один конкурсант. Ну, это Рига Сатекс решила. Я, если есть какие-то... Что-то там, ну, так не сделано, как по закону надо с этим бороться. Но я как политик, я как руководитель этой транспортной сферы, я очень хочу, чтобы побыстрее это все происходило. Ну, конечно, если надо будет время, чтобы кому-то там посмотреть и еще, не знаю, там, поконсультироваться, не было ли какие-то там, ну, проблемы насчет этого, ну, с прозрастностью и прозрастностью, и всякий тел может это еще посмотреть. Но, сколько я знаю, это довольно уже долго идет этот конкурс. Он был тоже о споре несколько раз, так что не так гладко он уже идет. Вот господин Керсис, ваш инопартиец и вице-мэр, отвечающий тоже за транспорт, когда он был избран на эту должность, заявил о довольно амбициозных планах, нарисовал такое вот как будущее Риги в сфере транспорта. Там присутствовало паромное сообщение между Вэтсмилгрависом и Болдераем, присутствовали скоростные автобусы по улице Деглова до границы, присутствовал, значит, центр мобильности в Гаркалне. А насколько вы согласны с такими планами? Что из этого вы считаете приоритетным? И таким образом, что может быть реализовано тоже в какое-то ближайшее время? Ну, в принципе, все приоритетное, то, что вы назвали, я думаю, что насчет этих мобильных пунктов, я думаю, это будет не только в Гаркалне. Это будет не только в Гаркалне. У нас было и такое собрание на что-то, вообще, как сотрудничать с Пьер Ригой. Потому что это у нас не секрет, что почти вторая Рига, ну, по численности, приезжает работать каждый день в Ригу. И это нам нужны эти люди в том смысле, что они только тоже работают и работают вместе с сержантами, они делают все эти продукты, которые нужны нам, и делают этот, ну, как сказать, прирастывает валовый продукт и так далее. С другой стороны, это большой такой натиск на всю инфраструктуру города Риги. Поэтому я вижу и я очень жду вот этих новых электричек, которые могут быть в 2022-2023 году. И когда они появятся, там будут этот список поездов, он будет такой интервальным графиком, там, через 10-15 минут. И тогда не только в Гаркалне, тогда, я думаю, и в других всех так при рижских поселках и городах, мы будем совместно делать эти мобильные пункты, которые могут оставлять свою частную машину или, я не знаю, приезжать на автобусе туда, на эту поездную остановку, приезжать на велосипеде, приезжать на электроскутеры, или как они хотят, и присаживаются в электричку, и тогда приезжают в Ригу, и там тоже вот такие мобильные пункты. Почему вот, например, если человек живет в Йолгаве, он работает в Риге, он каждый понедельник, по пятницу едет работать в Ригу. Если он, например, в Пардауле, он может купить себе месячный билет на поезд, он может себе купить такую возможность ехать на электрическом машине, которая будет его ожидать в мобильном пункте в Торникалнце, и он каким-то способом едет на свою работу. Он, конечно, из Торникалнца может ехать дальше на трамвае или троллейбусе, тоже имеет платить за это, это можно все заплатить в телефоне, например, и может на какой-то электроскутере в Торникалнце пересаживаться, это как ему будет выгоднее. И так, я думаю, в Риге мы можем ориентироваться больше на таких микромобильных пунктах, где пересадка с поезда на уже какой-то транспортный вид, который вы будете использовать в Риге. А вот эти частные машины, больше я смотрел бы на то, что они были бы оставлены уже за пределами города Риги. Конечно, у нас тоже есть горожане, которые едут со своими машинами по Риге, и там нужно посмотреть, как им сделать быстрее этот все переезд. На что я намекаю? Потому что я думаю, что нам надо уже привыкать к тому, что я вижу свою цель, чтобы в Риге от пункта А на пункт Б можно пресечь не более чем 50 минут. Но это я не могу гарантировать, что это будет всегда на частной машине. Конечно, можно ехать на частной машине, но, может быть, это не самый быстрый путь. Это все совместить в цепи. Это я вижу будущее, как мы можем строить нашу транспортную систему. И там очень хорошо входит этот, как вы сказали, метробус, который может идти до Икеа, и там уже другие декатлоны и так далее, которые люди, наверное, будут использовать. Не только там мы едем через Курцию и жилые массивы. И вот эти все, конечно, лучше было бы там трамвай. Но трамвай это дороже и это дольше надо строить. Но я не скажу, может быть, в будущем это мы пойдем, но там параллельно вот этот метробус, который когда-то может перерасти в трамвайные рельсы. Мы сейчас переремся на одну минуту и продолжим обсуждать эту тему. Квартира в Акациес. Это твое зеленое убежище в мегаполисе. Индивидуальная система рекуперации воздуха обеспечивает непрерывный обмен свежего и чистого воздуха в квартирах. В Акациес система обеспечивает хорошую вентиляцию и при закрытых окнах, а также снижает плату за отопление. Чистый воздух это крепкий сон, хорошая работоспособность, отсутствие неприятных запахов, сырости и плесени. Выбори квартир в Акациес в самом энергоэффективном комплексе 2020 года. В оптиках Филман проверь зрение бесплатно, оцени самый большой выбор качественных очков и мы позаботимся о них бесплатно в течение аж трех лет. Очки и проверка зрения от 55 евро. Подробности в салонах оптики имеются ограничения по силе очковых линз. Оптика Филман Мы знаем. Вы слушайте Радио Болтком. Продолжаем разворот. У нас в гостях депутат Рижской Думы от нового единства Олафс Пулкс, глава комитета по делам сообщений и транспорта. Господин Пулкс, хотелось бы поговорить о велоинфраструктуре и велодорожках. Тема тоже такая чувствительная и важная. И, конечно, в первую очередь вот уже и вопросы нам в WhatsApp написали. Это улица Чака. На Чака в очень таком скором порядке были созданы вот эти велодорожки, что вызвало, во-первых, это вызвало, конечно, в первые дни пробки, что, конечно, не было чем-то удивительным. Кроме того, это вызвало недовольство, конечно же, автомобилистов в первую очередь, ну, некоторых других рижан. Но вот вопросы у всех возникают, да, почему, для чего, как вы это видите, нужны ли они там и так далее. Ну, почему велодорожка сейчас появилась как эксперимент. Это многое спрашивает, и, конечно, для того, чтобы посмотреть, что на улице не лето и даже не весна, и сейчас сделали вот этот эксперимент. Ну, тут два, две причины. первое, насчет этого эпидемии ковида, есть люди, которые не хотят ехать в общественном транспорте, но у них нет своих частных машин, они довольно охотно ездят на велосипедах, но другое есть то, что только что сейчас, в ноябре, закончилась эта укладка асфальта нового, и все-таки те автоводители, которые не хотели сидеть во время ремонта в этих пробках, они уже в себе начали, ну, как изначально как-то посмотрели и начали ездить с другими путями, и мы не хотели, чтобы они бы вот вернулись на эту улицу Чака, а вот это как раз экспериментировать то, что они уже сейчас нашли другие дороги. И сейчас эксперимент начнется 2-го, нет, 1-го декабря на 4 месяца. Насчет этих, то, что было пробки в 11 ноября, день Лачкурсиса, да, это было, к сожалению, такое, потому что все-таки еще там были ремонтные работы, там они красили этот полоси еще, и как раз это те, которые, ну, я сейчас извиняюсь, конечно, тем людям, которые они были должны им ожидать в общественном транспорте довольно долго в этом вечере, но это был единственный такой вечер, надо было ждать. Но сейчас уже сделано, у нас выявилось, что главная проблема это как раз вечером, когда люди после работы едут уже с центра в Пурт-Семсе дальше. Ну, там работает насчет сигнала луксофоров, чтобы его так переориентировать, чтобы было быстрее бы выехать и с другой стороны у нас, там немножко тоже мешают такие, которые едут, например, вот эти межгородские автобусы, которых тоже водитель продает билеты и там очень долго мелочу там считает и так далее. Это все уже удерживает это общение. Я бы хочу сказать, что у нас есть от целью Сатэкс-Медрошей дирекции ССЗД аудит, который сделан. И они сказали, что вот невозможно сделать четыре полосы на улице Чака. То, что там когда-то кто-то ездил, как якобы в четырех полосах, это они сказать, что против намативных актов, и там невозможно по безопасности, чтобы не было бы безопасно ехать это делать. Поэтому я хочу огорчить всех, которые думают, что если бы не было велодорожки, то там было бы четыре полосы. Нет, департамент никогда не окрасил там такие метки, чтобы разделить две полосы в центр, две полосы с центра обратно. Так что это объективное дело, которое нам дало... уточнить маленький момент. Я сказал, что все-таки в Риге довольно агрессивно ездят люди, и 10 тысяч было в прошлом году, более чем 10 тысяч этих на улице аварий, и то, что там что-то случилось с машинами, и тоже 14 людей умерли в Риге в прошлом году, как раз в авариях автомашин. Так что я бы сказал, что это нехорошие статистики, и нам надо уже придумать то, что сейчас посмотрите в Нидерландах, в Испании уже приняли решение, что в принципе 30 километров в час будет в всех городах и не быстрее. Так что я знаю, что людям хочется побыстрее ехать. У меня была встреча с господином Фальковым, и он мне рассказал, что если было бы 42 километра в час и 30 километров в час ехать по улице Чака, и только на 3 минуты раньше вы приехали, если бы ехали 42 километра в час скоростью. Так что не надо спешить, я думаю, что у нас все-таки дороже всего все-таки жизнь. Я хочу два момента уточнить. Во-первых, вы сказали, что эксперимент на Чака начнется в декабре, он уже не начался, ведь велодорожки уже там работают. И второй момент сразу спрошу насчет велодорожек, вот и я сам как велосипедист могу это отметить с точки зрения какой-то аварийных ситуаций, намного более безопасной и комфортной дорожки, которые обнесены такими резиновыми столбиками или бордюрами, как сделали на Лачпляша, хотя там давно была велодорожка, но вот сделали и стало намного более комфортней. На Чака это реально, или там все-таки сохранится вот такое вот общее пространство, общее полотно? Я с вами согласен, но я вот тоже приехал по улице Чака и я бы сказал, что я себя чувствую побезопаснее на Чака, чем на улице Барона. Все-таки эта полоса довольно ну она подъемная на Барона и Барона там все-таки нет полосы, там все это ну полоса это вообще пространство, которое используют все, да, но не можем мы во время эксперимента делать такие ну серьезные ремонтные работы, как мы с Лачкосом сделали. Если после эксперимента это будет принято решение оставлять эти велодорожки на улице Чака, я думаю, что будет эти как вы сказали и ну барьеры и так далее сделано на улице Чака, ну мне очень много звонят тоже автоводители и они недовольны тем, что произошло на улице Лачкосиса. Но я бы сказал всем, что извините, если есть у нас велодорожка, почему вы думаете, что там можно стоять с машиной? вот это меня бесит, если там нет этих барьеров, тогда я там ставлю машину, сейчас они злые, что там нельзя поставить машину, нельзя поставить машину, чтобы ожидать своего супруга или жену, которая прошла в магазин. мы думаем и сейчас очень серьезно работаем на счет этих машин, которые привозят товар, продукты товар. Им надо, конечно, свою стоянку сделать, чтобы они там могли остановиться, но тоже я не думаю, что мы можем всем уже сказать, дать такое слово, что вы можете 24 часа это держать. Я думаю, что нам надо как-то прийти к какому-то выводу, что есть какое-то время, сутки, которое приезжает и использует эту стоянку. Насчет лачплассиса там есть, конечно, одна проблема насчет этого поликлиники, которая есть в Пульс-5, в которой там звонили люди, они сказали, что они сопровождают пожилых пациентов и все-таки хотя бы на минутку им зайти. Но я бы очень хотел звонить, как апеллировать к этой поликлинике, у них есть автостоянка там во дворе, они бы могли там на 10-15 минут разрешать тем, которые приехали с каким-то клиентом, который приезжает к ним на процедуру или на прием к врачу, потому что все-таки мы будем более так... понимаете, в чем вопрос? Всем автоводителям надо приходить к этому смотреть по-другому. Не то, что этот велосипед мешает вас. Нет, он ему не мешает. Если он бы не ехал на велосипеде, может быть, он бы сидел тоже в машине. Если все, которые сегодня едут на велосипеде, пересели на машину, то было машин еще больше времени. И тогда я сказал, что вот Дришка, я думаю, ничего не делает, чтобы эти все с пробками как-то бороться. Но мы не можем, мы не можем эти улицы по Шиире не сделаешь. И, кстати, это ничего не даст, потому что если даже мы сделаем Шиире улицу, когда-то, где-то, все равно мы придем в этот... Бутылочное горлышко. Да. Да, мы когда-то где-то придем и все равно надо будет там подтормозить. Так что, ну, будем вежливы друг к другу. И я понимаю, я думаю, и мы тоже работаем насчет этих... Так как было бы легче в Риге всем автомобилям. Я думаю, что мы закончим вот этот восточный магистраль. Если мы думаем, нам надо, надо сделать мосту Двенведову Тилта Южного моста четвертую эту ... Это надо сделать. И сейчас идет уже этот мост на улице Твайку. И это, если все мы закончим, это будет очень... Ну, это через железную дорогу, я думаю, у нас там есть идет сейчас. Если это все делать, очень хорошие машины, где мы можем уже все эти машины, которые, ну, этот, как сказать, машины, Кравосмашин. Ну, грузовики, да. Грузовики, туда можем все поставить. И уже сейчас было бы легче в Риге и тем легковым... Ну, у меня приоритет это общественный транспорт. Вы меня извините, все, которые едут на легковых машинах, у меня приоритет общественный транспорт, потому что у нас все-таки в первом месте есть те люди, которые едут на общественном транспорте. И это мы сейчас рассматриваем улицу Чаку вот как раз насчет этой тоже вот ракурса, чтобы не было, что там им что-то там сделали дольше ехать. Да, вот вы упомянули мосты, собственно, это тоже очень больной вопрос. В Риге у нас Братцевский мост вообще не работает, там только трамвай, автобус ходит, там Дегловский мост в процессе находится, другие мосты тоже такие полуудовлетворительные. Что в этом отношении можно ожидать? Вообще, мосты это стратегические объекты, казалось бы, даже если вспоминать времена баррикад, они там в первую очередь охранялись и безопасность была организована. Вообще, когда ожидать какого-либо порядка или каких-то первых результатов с мостами? Я думаю, что Дегловского моста должно быть или закончить в будущем году, или почти уже закончить. Если Дегловский мост, мы бы, как сказать, все бы сделали, как там надо, так уже можно было машины все-таки больше и туда тоже эту дорогу выбрали больше, не улицу Чака. Так что, а насчет Брасовского, к сожалению, там, наверное, все-таки 23-й год только, потому что не было такое, ну, было думано, что там сделают только более косметический ремонт, но вот все открылось, там более серьезные проблемы, но это, вы извините, это и вопрос безопасности. Мы не можем, как сказать, вот так, ну, тяп-тяп-ляп, сделать мост и делать и сказать «едете». Все-таки там надо очень серьезно, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Спасибо вам, господин Пулкс, Олаф Пулкс, депутат Рижкова от Нового Единства был у нас сегодня в развороте. Спасибо вам еще раз и всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова